У нас в наших рисках такой сценарий тоже рассматривается. Мы считаем, что если произойдет полная тотальная блокировка российских сетей связи со стороны вендоров, а также западных операторов связи западных, в этом случае сеть законсервируется в том виде, как она есть сейчас. Тот интернет, те мобильные доступы, которые у вас есть, они останутся на том же уровне, как есть, а вот новых вы купить уже не сможете какое-то время, пока не возникнут какие-то новые производства. Сколько времени займет, тут трудно сказать. — А сколько вы так продержитесь? — Пока электричество не кончится. — Как же запчасти для оборудования, замена, все выходит из строя, работает круглогодично на улице. — Знаете, у нас есть... Трасс Телекова работает 25 лет, и у нас есть оборудование, которое работает 25 лет. И, в общем, работает довольно неплохо. То есть, конечно, ну там разные производители показали, что, значит, одно более ломучее, другое менее ломучее, но там нет такой темы, что там за три месяца вся сеть рассыпалась. Ну, то есть, знаете, там, как сказать, загадывать на 20 лет вперед довольно тяжело, но достаточно продолжительное время сети продолжат работать. — Нет, это был не сарказм, а вопрос был, сколько есть времени у разработчиков, сколько вы продержитесь, чтобы они разработали свое оборудование, свое ИКБ, два-три-четыре года. Вот сколько у них есть время, если вам придется законсервироваться? — Ну, смотрите, вот в обычном нашем режиме, который там последние лет десять в стране идет, трафики растут в среднем, вот операторы связи примерно синхронную цифру говорят, 20% в год трафики объема имеется в виду, значит, если закончатся поставки, эти 20% обеспечивать будет нечем, да, и возникнут вопросы к качеству, которым придется управлять, значит, поэтому само это оборудование продолжит работу, но вот вопросы о правильном качестве будут нарастать, да, значит, постепенно, год за годом, ну, сколько, не знаю, тут надо, так сказать, у потребителей спросить. Тут вопросы взаимосвязаны, понимаете, то есть если возникнут блокирующие санкции в отношении сетей связи, они же будут, и в отношении ЦОДов, да, значит, и данных больше не будет, то есть там, наверное, темп роста трафика снизится, но это годы в любом случае, то есть это не месяц, не полгода, достаточно длительные сроки. Константин, а я вот хочу вам же этот вопрос вернуть про сколько лет, да, потребуется, и, может быть, точнее сформулирую, точню, а сколько лет потребуется вот вам как разработчику, чтобы предложить свои конкурентоспособные решения с учетом того, что в ситуации усиления санкций придется больше рассчитывать на отечественную ЭКБ, и нужно еще и закладывать время на ее разработку, да, а не только, собственно, оборудование на базе этой ЭКБ. Вот ваш прогноз и ваша оценка, сколько времени вам как разработчику потребуется, чтобы еще и докрутить ситуацию с ЭКБ? Этот же вопрос, наверное, я думаю, Александр тоже задал. Я отвечу про свой локальный сегмент, это вот первые элементы пассивной интегральной фотоники, я считаю, что мы в двух-трехлетнем цикле мы с этим справимся, а ЭКБ опроектировать приборы с его использованием не обязательно ждать, пока мы их разработаем, все характеристики плановые, и поэтому можно делать параллельные разработки. Но самая оптимистичная оценка – это 2-3 года, поэтому у меня был и столь абсолютно серьезный вопрос к операторам, сколько у нас есть время, если мы проснемся и все-таки приступим к координированной деятельности, сколько у нас есть времени в запасе. Риски вообще индустриальные при полной блокаде микроэлектрон, кристального производства, там тоже есть лучики, уже сейчас пробуем российские фоторезисты, пробуем другую российскую химию, вы произносили слово «чистая химия», но химия не самое слабое место в нашей науке, за 3 года, я думаю, очистит материалы. Я все это произношу, представляю, не вывести элементы на современный уровень, конечно, даунгрейд какой-то придется делать, но в условиях даунгрейда работоспособную систему за 3-4 года, на мой взгляд, можно построить. Константин, опять же хочу уточнить, и здесь роль государства прояснить в этом. Вы сказали о российской химии, о кристаллах. Мы знаем, что производство полупроводников на малых объемах, очевидно, российский рынок по глобальным меркам совсем маленький рынок, такое производство убыточное. И очевидно, что без каких-то субсидий, без масштабной государственной поддержки вот эти производители чистой химии и производители пластин, кристаллов не смогут для себя на приемлемом уровне маржинальности запустить свои производства. Есть у вас взгляд, что должно происходить с стимулированием этих процессов, чтобы все-таки экономика срослась? Да, у меня есть взгляд. По двум разделам все не охвачу. Например, про химию не отвечу. Но про низкую, про слабую экономику при малых объемах производства кристалла человечество уже нашло ответ. Это фабрики. И отечественное предприятие, зеленоградское, другое, оно работает в режиме фабрики, поэтому разработчики ЭКБ могут этим пользоваться и производить кристаллы небольшими партиями в рамках больших пакетов. Эта технология есть, и она освоена. Как минимум, на одном предприятии это уже происходит. Я предполагаю, что я не все знаю, значит, где-то еще. Про свою проофотаническую часть я отвечу, что у нее есть другое преимущество. Там используется классическая технология кристального производства. Но вот, как я сказал, со словом downgrade. То есть с проектными нормами десятилетней давности, что позволяет ее производить эффективно на малозагруженных предприятиях. То есть есть свое преимущество. Как-то там можно рубить топором. То есть там специфика в другом. В проектировании, в чистоте моих материалов, в чем-то еще. Поэтому я думаю, что такое есть в каждом сегменте. Но, наверное, что сейчас было мной прямо выявлено, это такие островковые знания внутри индустрии. И сейчас мы по поручению Минпромторга в поисках сформировать и выявить наиболее дефицитные элементы, мы рассылаем таблицы по утвержденному списку ТКО, чтобы производители ТКО рассказали нам, какое ЭКБ им нужно, чтобы это можно было просуммировать и обратиться к государству за поддержкой развития наикритичнейших технологий или элементов. Ну вот, мне кажется, так. Да, чтобы нам все-таки продолжить тему с компонентной базой, с полупроводниками, с чипами, обращусь и к АНУ-ТТ, и к Искре Урал-ТО, потому что я думаю, что у вас точно взгляд на развитие ЭКБ есть, и есть ответы на вопросы, как нам запустить эти процессы, чтобы все-таки степень технологической независимости повысить для микроэлектроники в целом, всей российской. Александр, наверное, вот с вас. Да. Начнем. У нас есть оборудование, которое мы делаем в Екатеринбурге, у нас своя линейка. А попали мы в этот реестр, как отечественного, очень давно. По одной простой причине мы очень много ставим оборудование для Министерства обороны и для Газпрома. А там, как бы, они православие приняли очень давно уже, еще там в 2012 году, сказали, что даже до тех, до первых санкций. Вот. Поэтому, насколько можем, конечно, мы минимизируем. Чуда нет, честно. У нас все платы – это братком. Альтернативы нет в России. Никто не делает. С кем только не обращались и так далее. Мы сейчас находимся в такой ситуации, что вот, то есть, у меня не хватает одного компонента, чтобы произвести плату. Вот есть 99%, одного процента не хватает. Нет, не будет платы. Физически не будет. Мы сейчас, конечно, там делаем такие хитрые обходные маневры, там, ищем, как это, глубинную почту как раз ищем, то есть, как преснов. Без вариантов надо как-то, вот, наказывать. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы это было здесь, в России. Вот. И есть оборудование, то есть, то, что вы как раз спрашивали, да, то есть, что будет, если уйдут китайцы и так далее. Ну, во-первых, пример вам расскажу, собственный пример. Я живу в Москве, у меня есть квартира. Угадайте, сколько операторов связи заходят ко мне в квартиру? Ко мне одному. Четыре. То есть, на меня, на мою квартиру, четыре джипон-порта. МГТС, он же МТС, Мегафон, Билайн, Ростелек. Зачем мне столько джипонов в моей квартире? Может быть, вы фанат просто. Может быть, да. Никто не ответит. Допустим, в Европе, это было уже принто давно, когда идет разделение кабель-провайдера и поставщика услуг. То есть, там сделано как? То есть, если я завел ко мне в квартиру оптику, я не могу не пустить Транс-Телеком с их дата-трафиком и с их IPTV. Это удачная вещь. Вот просто посчитайте, сколько сейчас у нас кабеля сделано и сколько портов оборудования. Да мы можем, наверное, лет 10 прожить, даже если они уйдут с рынка. Весь вопрос, чтобы операторы договорились между собой. То есть, образно говоря, у меня сгорел порт в МГТСе, но Транс-Телеком мне будет давать ту же услугу, но через свой порт. Никаких проблем нет. А чтобы это заработало, что должно произойти? Государство должно какой-то диспетчерский пункт создать для диспетчеризации этих подключений? Или сами операторы должны договориться? Дайте досрочное слово. Транс-Телеком оказался пионером этой истории в России, 5 лет назад запустив масштабную программу ФВНО. Она состоит в том, что мы договаривались с оператором связи об оказании услуг одной структуре друг к другу. На сегодняшний день у нас собственное покрытие 4 с лишним миллиона домохозяйств, а по ФВНО уже больше миллиона. То есть мы, не строя собственную структуру, еще миллион добавили. Я вижу, что операторы перенимают этот опыт и идею подхвата распространяют. Но это касается тех локаций, где возникает выбор строить или не строить новую структуру. Мы на этот вопрос 5 лет назад ответили. И это, конечно, не касается той структуры, которая была построена. С ней какие-то другие ответы будут. Нет, я просто, да, я вашу историю-то знаю хорошо. Мы же с Транс-Телеком тоже работаем с точки зрения голоса. Вот, там стоит много нашего оборудования у вас. Но, понимаете, это все, как это решить? Да на государственном уровне. То есть, допустим, ну, образом говорят, да, я там работаю с мобилой очень давно, что такое радиошеринг, да, то есть вы знаете. То есть, когда у меня висит базовая станция мегафона, на частоте мегафона, но там еще и излучает белая. Это нормальное явление. Ну, во-первых, то есть нет такой вот этой вот облучаемости, да, и нет вот этого вот, когда вы едете, а там на столбе не поймешь, что висит. Александр, ну, технологии-то давно известны, Шеринге, но почему-то операторы российские, Большая Четверка, плохо к нему относятся на практике. Ну, а, да, работает. Вы знаете, у нас как это, как-то Россия страна, как-то родина слонов, да, и как это пингвин птицы гордая, пока не пнешь, он не полетит. Но вот у нас вот такая история. У нас всегда, то есть пока что-то не случится, мы никогда ничего не делаем, не думаем, не заранее и так далее. Сейчас это все к этому идет, потому что у меня вчера были там коллеги мои, знакомые с Мегафона, с МТС, да, то есть я прям вот свел друг другом. Я говорю, если вы по радио это делаете, я говорю, зачем вы мне в квартиру 4 оптики засунули? Я говорю, вы, говорю, вот, меж собой договорились. Они говорят, да, идея интересна. Чем закончится, я не знаю. Но я думаю, если на государственном уровне им скажут, как с Сормом, да, то есть Сорм сделал, нет, нет лицензий. Нет Сорма, нет лицензий, до свидания. Здесь, наверное, делать надо уже так вот строго. Понятно. Но это мое мнение. Да, спасибо. На всякий случай скажу, что я работал в Сотовом операторе когда-то много лет назад и стоял у истоков совместных строек магистральных линий. Мы тогда договорились между сотовиками о том, что линия-то строится одна. Одна. Да, да. Так тогда вот у истоков этой истории стоял, то есть тогда еще не было. Понимаете, вот то давление экономическое, прежде всего, которое на операторов идет, оно связано с разными событиями и, в первую очередь, на самом деле, с тарифом, а не с, даже не с геополитикой, оно заставляет операторов все больше и больше, значит, партнериться. И ведь в Иваново пять лет назад это именно из-за этого, да, если бы у всех было там денег, как у дропов-фантиков, как это и было в нулевые годы, значит, все бы строили свое и самое дорогое, и никто бы не обращал внимания на там сценарий партнерства. Но таких возможностей у операторов все меньше строится, вот к каждому свое. И мы видим, что все больше и больше и больше инструктуры год за год вовлекается в разные форматы совместного использования. Хотя здесь, конечно, безусловно, значит, примеры, которые вспомнили там про Европу, по-прежнему говорят о том, что еще, как это сказать, многое предстоит сделать. Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok